Творческая биография Как делается гравюра я расскажу позже В 12 лет я пошел в музыкальную школу на классическую гитару Тогда же я начал сочинять музыку Ну такие весьма подражательные пьески Несколько десятков я их сочинил Но одну из них даже потом издал Вот в этом своем сборнике Вот этот вот вальсок Тут вот стоит дата 87-й год Ну и потом я ее довел до ума перед публикацией Тогда же я начал петь Я даже сочинил первых несколько песен И в общем многим нравилось как я пою Но конечно это было абсолютно по-дилетантски Как все Тогда же я начал писать прозу и стихи Сочинил кучу рассказов Несколько повестей И даже фантастический роман Великий крах О торжестве социализма На другой планете Примерно тогда же Лет в 13 я начал писать маслом Но однако ни одно из этих занятий Я как профессию не воспринимал Естественно Это просто были забавы школьника В девятом классе я познакомился Со своей будущей первой женой Она была на 4 года меня старше Училась в художественном училище И одновременно играла на скрипке И на фортепиано Разумеется Она на меня очень большое влияние оказала Мы с ней вместе музицировали Дуэтом Но в основном Она меня увлекла Именно изобразительными делами Я стал считать себя Профессиональным художником И через несколько лет Действительно достиг в этом Неплохих результатов Я много выставлялся И в Ленинграде И в московском манеже Была одна моя работа На республиканской выставке Мои гравюры Начал тиражировать Комбинат графических искусств Союза художников Была выпущена Даже целая подборка Моих гравюр То есть Папочка С разными моими работами Из одной серии Это считалось Очень престижно Потому что Подборку Позволялось Выпускать далеко не всем А только тем Кто в общем Чего-то стоил Вот тут Комбинат графических искусств Написано 94-й год Но вот этот 94-й год Оказался последним Годом моей Тогдашней Художественной карьеры Дело в том Что за развалом Советского Союза Последовал Развал Союза художников Ну то есть Союз до сих пор Существует Он не развалился Но потерял Все свое значение В частности Комбинат Развалился И Эта возможность Заработка Для меня Накрылась А между тем В этом самом Комбинате Целые поколения Советских графиков Прожили безбедные Свои жизни Получая Весьма приличные Гонорары Я их тоже получал Очень неплохие Но вот На мне Это все закончилось Первая моя профессия Была уже в руках Она меня кормила Реально Но мне ее Пришлось поменять Потому что Она перестала Меня кормить Я пошел В музыкальное училище На класс гитары В музыкальном училище Я начал всерьез Сочинять И исполнять Свою музыку В серьезных залах Так Несколько раз Я участвовал В галоконцертах Петербургских гитаристов В филармонии Записи с этих концертов Звучали по радио Наверное До сих пор Там у них В архивах Где-то хранятся На втором курсе Училища Я всерьез Начал петь Стал брать уроки И вскоре В этом достиг Определенных успехов Стал Дипломантом В нескольких Вокальных конкурсах Некоторое время Я пел И играл В нескольких Группах Полусамодеятельно Как и подавляющее Большинство групп В те же годы Я вступил В союз художников Где по сей день Прибываю Вот мой членский билетик Однако За годы моей Учебы В мазучилище Произошло еще одно Важное изменение В стране Перестала существовать Профессия гитариста Если раньше Они часто гастролировали Выступали К чему я собственно говоря И стремился То сейчас Концертирующих Российских гитаристов Можно пересчитать По пальцам одной руки Не дают Не пропускают Нет такой возможности Все вынуждены Все вынуждены Либо преподавать Либо лобать в кабаках Чем я и занялся И тем и другим Вскоре после окончания Возучилища Это конечно было Совсем не то К чему я стремился Я стремился быть Концертирующим музыкантом Но эта профессия Как еще раз говорю Перестала существовать Поэтому для заработка Я занялся Игрой в кабаках Ну в частности В пятизвездном отеле Астория И в пятизвездном отеле Невский палас То есть кабаки Не последнего уровня Но разумеется Заниматься только Зарабатыванием денег Я не мог Мне необходимо было творить Я вспомнил О своей третьей профессии О писательстве И вскоре после окончания Училища Написал Уже всерьез По настоящему Роман-демонтаж Антиутопию Отчасти фантастическую Отчасти автобиографическую Отчасти философскую Этот роман Был опубликован В толстом Серьезном журнале Нева Вот он Разумеется Изрядно сокращенный Журнальная версия Но тем не менее Это был Мой писательский дебют И он имел Некоторый отклик В прессе Ко мне Впервые пришел Журналист Брать интервью Именно в связи С этим романом Оно было потом Опубликовано В одной газете Через некоторое время В той же Неве Был опубликован Другой Наполовину Мой текст Это воспоминания Моего деда Степана Алексеевича Пушкарева Который был Фронтовиком И горным инженером В сталинские времена Я их Литературно Обработал Вскоре Я написал Большой роман Геракл О том Каким По моему мнению Должен быть Настоящий человек Я считаю Этот роман На данный момент Лучшим моим Литературным сочинением Он пока не издан На бумаге Но его легко Прочитать в интернете Он есть на моем сайте Так же как и демонтаж И Эти воспоминания Моего деда С большинством Моих работ Можно ознакомиться На моем сайте